Назови моё имя. Ээээ... Лысый. Назови имя. Владимир из Авторевизора. Ты чертовски прав. Всем привет, дорогие друзья! Мы на самоизоляции продолжаем экспериментировать с разными форматами и гляньте-ка, до чего мы, блин, докатились. Топы! И если всяких разных топов в интернете на самом деле полным-полно, то топов на автомобильную тематику не так уж и много, особенно от самих автомобильных каналов. Ну, накрученный канал Автотайм не в счёт, ребят, ну камон. Итак, Дмитрий Медведев посоветовал нам всем посмотреть кино. Спасибо, Дмитрий, без вас мы бы не догадались. Но, действительно, сейчас езды за рулём не хватает как никогда, поэтому мы все сидим дома и пересматриваем фильмы про машинки, потому что, ну а чем ещё заняться? И сегодня мы порекомендуем вам 10 фильмов, которые мы особенно любим и которые всегда с удовольствием пересматриваем. Сразу хочу отметить, что фильмы, о которых мы сегодня поговорим, это не будут какие-то сверхпопулярные попсовые фильмы, типа франшизы «Форсаж». Про неё и так очень много всего сказано, нам нет никакого смысла повторяться. Также очень важным критерием попадания в этот топ будет роль автомобиля. То есть, вождению и автомобилям в фильме должно уделяться действительно немало внимания. Это не может быть просто какой-то там удачно вписанный в кадр продукт плейсмент. То есть, фильмы реально должны быть про автомобили, про вождение в целом на автомобильную тематику. Мы отобрали по 5 фильмов от меня и от Владимира и расскажем, какие фильмы нам нравятся и почему их стоит смотреть. И, кстати, сразу расставлены они абсолютно в рандомном порядке. Номера у них только исключительно для того, чтобы вам было удобнее писать злобные комментарии. Так что наливайте чайку, рассаживайтесь поудобнее и добро пожаловать в топ-10 фильмов про тачку. К сожалению, анимации на автомобильную тематику, ну, не сказать, чтобы прям много, из-за чего в голову вот так вот сходу приходит, наверное, только один фильм, который можно с удовольствием посмотреть с детьми. Ведь любовь к машинам, а особенно любовь к хорошим машинам, нужно прививать детям с самого детства. Итак, на первом месте «Тачки» 2006 года от студии Disney и Pixar. Мы решили начать с него, потому что дети – наше все. И все самое лучшее и важное нужно вкладывать именно в них. Да, «Тачки» – это полноценная франшиза из нескольких частей, но мы расскажем именно о первой части, которая положила начало всему. Синопсис у картины весьма простой. На очень-очень важной гонке в финале Кубка Большого Поршня к финишу одновременно приходят три участника соревнований. Семикратный чемпион мира Ченг Тюнинг, подлый Чико Хиггс и наш главный герой – талантливый выскочком молния МакКуин. Из-за сложившейся ничьей организаторами принимается решение провести через неделю еще один заезд, который таки определит нового чемпиона. На пути к следующей гоночной трассе МакКуин попадает в ДТП, из-за которого вынужден провести почти всю подготовочную неделю в захолустном городке Радиатор Спрингс. Но город и его жители оказываются не такими простыми, как кажется звезде спорта на первый взгляд. Разумеется, перед нами спортивная драма об автогонках, но Дисней и Пиксар не были бы собой, если бы не рассказывали избитые истории по-своему, по-особому, по-новому. Молнию МакКуина ждет погружение в тайны местных жителей, в их истории, в их переживания. Он попадает в маленький городок с заносчивым, самоуверенным щеголем и постепенно учится уважать и понимать других. Учится слушать не только себя, но и окружающих. Понимает, что молодость и безбашенность – ничто без опыта, а победа не приносит настоящей радости, если ее не с кем разделить. В картине есть прекрасная мораль. Мы можем многого добиться в одиночку, но с командой верных друзей мы можем добиться всего. Конечно, это в первую очередь гениальная история, но машинам тут уделено очень много внимания. В фильме мы встретим массу крутейших культовых автомобилей. Например, Porsche 911, Fiat 500, Chevrolet Impala, Maserati Quattro Porte и даже легендарный Ford Model T по кличке Lizzie. Можно смотреть фильм и загибать пальцы, сколько автомобилей ты сможешь узнать. И все они не только отлично прорисованы, но и прописаны согласно своим прототипам. Ты вот прям смотришь и думаешь – ну да, Porsche 911 как раз такой и есть. В общем, Дисней и Пиксар, как обычно, интересно, увлекательно, трогательно, до слез и сделано с бесконечной любовью и вниманием к деталям. Настоящий Феррари! Только не Гвида, врежьте мне в бок. Вот он, самый счастливый день в моей жизни. Оу, сперекель ту амику серепренда. Медика на кассе это фантастичи. И хотя дети самое главное, и учить хорошему в первую очередь нужно именно их, иногда сами взрослые забывают о том, как важно иметь хороших и верных друзей. Хорошо, что в 98 году, не поехавший еще кукухой Люк Бессон, написал сценарий к фильму «Такси», который сам же и спродюсировал. И да, разумеется, я говорю только о первой части. Других не существует. Да-да, я знаю, что это банальщина, но больше нигде и никогда автомобили на экране не были такими настоящими. Этот секрет успеха пытаются разгадать все, кто снимает автомобили, и до сих пор повторить не получилось ни у кого. И я даже не про фильм в целом, в котором получилось идеально все. Марсель. Главные героини, молодая Марион Котияр и роскошная Эмма Сьоберг. Французский юмор и разлетевшийся на мемы комиссар Жибер. Мы в дерьме. Я сейчас говорю именно про то, как были сняты автомобили, потому что это единственный в мире отвал башки, который можно получить просто сидя перед экраном. На съемках было задействовано 110 автомобилей, 38 из них разбили только в кадре, и еще фиг знает сколько покорежили по дороге. Были задействованы пилоты Формулы-1, было несколько дублирующих машин главного героя, были машины с двумя рулями, чтобы во время съемок актер играл, а оператор управлял. То есть никакого читерства в виде тележек и компьютерной графики. Вся грациозность автомобилей, вся энергия и мощь движения переданы так, что ты просто сидишь завороженный перед экраном и готов пересматривать сцены с машинами бесконечно. Мурашки бегут по спине от всего. От того, как Мерседесы повисают в заносе. От того, как блокируется колесо на торможении у Пижос, отключенной для съемок АБС. От того, как величественно заезжают Мерседесы в гараж к Крюгеру. Даже момент с отшибленным зеркальцем пробирает чуть ли не до слез. И при этом не было особого перегиба с реальностью, ведь ездить на ушах по Марселю можно, кажется, до сих пор. Полиция на юге действительно сонная. А 406-й – это потрясающее шасси, от которого гораздо более энерговооруженный Мерседес на улицах Марселя не уйдет и в реальной жизни. Примечательно, что у фильма «Такси» было два режиссера. Начал работу Жерар Пирес, у которого был опыт в съемке автомобильной рекламы. Но он попал в больницу. Доделывал все Жерар Кравчик. С одной стороны, большую часть экшн-сцен снял именно он. С другой стороны, он же снял следующие три части «Такси», из которых, если вырезать автомобили, то вообще ничего не поменяется. «Такси» – это показатель, что у искусства нет формулы. Недостаточно просто взять дорогую съемочную команду, недостаточно арендовать кран, недостаточно накупить кучу коптеров, недостаточно взять в аренду хреновую тучу дорогущих камер. Нету никакого типичного ракурса, нету общих приемов. Красоту, пластику машины нужно чувствовать, нужно фанатеть от движения, нужно реально бредить автомобилями. А это значит, что очередной «Такси» может снять любой из нас. И у человечества появится еще одно культовое кино, которое можно пересматривать бесконечно. Ведь, признайтесь, спустя 22 года мы все еще ждем настоящего продолжения первой части «Такси». Прошу прощения за прошлый раз, но я как дурак забыл ручном тормозе, поэтому не мог ехать. Эдгар Райт, постановщик нашего следующего фильма «Малыш на драйве», пожалуй, самый музыкальный режиссер современности. Музыка и действия в его фильмах переплетаются настолько сильно, что по отдельности мы уже не можем их воспринимать. Ну а где мы больше всего слушаем музыку? Конечно же, за рулем своих машин. Этот простой факт и лег в основу фильма «Малыш на драйве». Нам предлагается криминальная история с очень необычным главным героем. Его все зовут Малыш. Он потрясающе водит машину и из-за проблем со слухом постоянно слушает музыку, которая заглушает вечный звон в ушах. Однажды Малыш влюбляется и решает покончить с ограблениями, но, как мы знаем, из опасного криминального мира так просто не уходит. Звучит довольно обычно, может, так оно и есть, но выглядит все просто бесподобно. Почти непрекращающийся сумасшедший саундтрек и постоянные погони на крутейших машинах. Фильм порадует и любителей американской техники, и даже поклонников Subaru. С импрезой тут сняты чуть ли не самые стильные сцены. И, разумеется, снято все невероятно круто и зажигательно. После просмотра так и хочется прыгнуть за руль и погнать, шнырять между рядами по городу. Конечно, очень многие автомобильные трюки выполнены профессиональными каскадерами и автогонщиками, но в моментах, где за рулем показывают актеров, за рулем действительно актеры. Они даже специально обучались экстремальному вождению, чтобы убедительнее работать на съемочной площадке, и от этого фильм смотрится еще круче. Да, формально фильм Ридли Скотта не про машины, не про гонки и не про крутых водителей. Это история успешного адвоката, который ради денег, немножко из любопытства, ну и, конечно, от скуки, решает помочь своему старому приятелю перевезти из Мексики в США большую партию... Тут у меня слово, которое нужно запикать. Но давайте говорить откровенно. Фильм про машину. Все 117 минут это лишь подводка к главной сцене, в которой безумно сексуальная Кэмерон Диас очень-очень-очень сильно любит желтый Феррари Калифорнии. И вот она садится на шпагат и начинает елозить вверх-вниз. Все роскошные и весьма красиво показанные машины этого фильма, а это и кабриолет Бентли Континентал, на котором передвигается супер-успешный и богатый главный герой, и выводы к Феррари, принадлежащие импозантному гангстеру, все это нужно лишь для того, чтобы показать Феррари, на рамке лобового стекла которого растянулась Кэмерон Диас. Выражаясь словами Хавьера Бардема из этого же фильма, это было как галлюцинация. Видишь такое и меняешься. Одна эта сцена уже оправдывает наличие советника в нашем списке. Ну и да, если в США ты на голову отбитый король преступного мира, у тебя должен быть Хаммер. Недавний «Форд против Феррари» посмотрели действительно очень многие, но у гонки Рона Ховарда в свое время почему-то не было такой обширной, обильной рекламной кампании, из-за чего многими фильм оказался попросту незамеченным. Хотя это на сегодняшний день, пожалуй, самый лучший боёпик о Формуле-1. Фильм «Гонка» 2013 года рассказывает знаменитую историю соперничества Никки Лауды и Джеймса Ханта, двух великих пилотов прошлого века. На самом деле, эту историю знают многие, кто интересуется автоспортом, но почему-то она в свое время зацепила оскароносного режиссера и неспроста. В фильме потрясающе показаны взаимоотношения двух знаменитых гонщиков, их схожие стороны и большая разница подходов. Даниэль Брюль прекрасно передал характер расчетливого и хладнокровного Никки Лауды, а Крис Хемсворт выдал чуть ли не лучшую игру в своей карьере и показал вспыльчивого и рискованного Джеймса Ханта. Фильм ценен именно тем, что фокусируется на людях, на их характерах и их поступках, а нам очень повезло, что эти самые люди были великими гонщиками, и даже сегодня, спустя десятки лет после описанных в фильме событий, современным пилотам гоночных болидов есть чему поучиться у Никки Лауды и Джеймса Ханта. Нюрнбург Ринг – самая дурацкая, варварская, устаревшая и опасная трасса в мире. Вы все видели дождь, который сегодня выпал. Опытные гонщики среди вас знают, что кольцу требуются идеальные условия, чтобы быть хотя бы отдаленно приемлемым с точки зрения риска. А сегодня с дождем условия какие угодно, только не идеальные. Картина порадует любителей классики. В кадре то и дело мелькают роскошные, отреставрированные или хорошо сохранившиеся «Лянчи», «Мини», «Пежо», «Дино» и «БМВ». Это уже не говоря о старинных по нынешним меркам болидах «Формулы-1». Между прочим, в фильме снялось 24 болида 1976 года, которые их владельцы-коллекционеры любезно предоставили съемочной группе. Серьезные боепики о гонщиках – это, конечно, круто, но на самом деле в мире гонок есть место не только драме, но и юмору. Особенно в атмосфере безумных американских гонок серии «Носкат». И если кто не знает, слово «боепик» обозначает жанр, повествующий о судьбе известной личности. Мне пришлось погуглить это слово, чтобы вообще понять, о чем я тут вам рассказываю. Дело в том, что я не очень много смотрю телевизор, и последние 4 года моей жизни у меня вообще не было телека. Поэтому большинство фильмов из этого списка, если честно, мне не знакомы. Мои только «Такси» и «Советник». А все остальное я просто читаю сценарий, который написал Владимир, потому что он очень хотел сделать такой выпуск, и он очень давно мечтал рассказать вам, сделать этот ток. Сюжет разворачивается на гонках серии «Носкат». Наш герой Рики всегда занимает только первое место, потому что он самый крутой. Но однажды в «Носкаре» решает попробовать себя французский пилот Формулы-1 Жан Жерард. И Рики Бобби, наконец, приходится столкнуться с реальным соперником, ведь обогнать нужно не только француза, но и самого себя. Конечно, в первую очередь, это действительно смешная комедия-гонка, где хватает абсурда, и хорошо, что кто-то решился с этого угореть. Ну и кто бы это вообще мог быть, если не любитель обсмеять все на свете, Уилл Фаррелл и Саша Барон Коэн. Эти двое настолько бесподобны в своем стебе, что в какой-то момент начинаешь смеяться от их запредельно пафосных серьезных физиономий. Ведь многие гонщики такие и есть, напыщенные и самоуверенные. И это забавно. Позволь мне процитировать полковника Сандерса, который сказал, «Я слишком пьян, чтобы съесть цыпленка». Ну и какой в этом смысл? Несколько интересных фактов. Фильм «Тачки» и «Рики Бобби» по сути оба посвящены кольцевым гонкам Носкар, и оба вышли в одном и том же 2006 году. В оригинале фильм про Рики Бобби называется «Таладега Ночи Баллада о Рики Бобби». «Таладега». «Таладега». Это самая длинная трасса, на которой проводятся этапы серии Носкар. Ее протяженность 4218 метров, то есть больше 4 километров. Скорости напрямых тут достигает 320 километров в час. Не самое интересное в плане визуала и разнообразия автомобилей, но все еще крепкая камерная история демонстрируется в фильме «Лок» 2013 года с Томом Харди в главной роли. Сразу поясню, чтобы не было вопросов, кто занес. Главный герой весь фильм куда-то едет на автомобиле BMW X5 M50D в кузове E70. Собственно, в этом и состоит синопсис. Главный герой по фамилии Лок в начале фильма садится в свой X5 и весь фильм едет по пути, разговаривая по телефону. Возможно, мы бы все прошли мимо этого фильма, если бы не одно мощное «но». Главную роль в нем исполнил Том Харди, один из гениальнейших актеров нашего времени, безумно харизматичный, обаятельный и невероятный. Да, знаю, кое-что случилось. Я объясню, когда буду не за рулем. Одни только глаза Тома Харди настолько хороши, что в свое время Кристофер Нолан умолял Харди сыграть злодея Бэйна в трилогии о «Темном рыцаре». Хотя, казалось бы, что там играть. Но даже в маске за Харди наблюдать немыслимое удовольствие. Ну, в общем, вы поняли, Харди неимоверно крут. И тем интереснее посмотреть фильм, где кроме главного героя, по сути, никого больше и нет. Едва ли кто-то, кроме Харди, справился бы с таким сложным заданием. Мы не очень много знаем картин одного актера, потому что это реально сложно. И Харди на высоте. Мы наблюдаем за тем, как меняется персонаж, когда его неприятные темные тайны всплывают наружу. Прямо вот вспоминаю этот фильм и хочется его пересмотреть. Настолько он хорош. Остались лишь я и моя машина. И вот я еду. Вот и все. Сколько автомобилей существует в кино, столько они существуют и в сериалах. И если вам на ум приходит только «Рыцарь дорог», то вы застряли в глубоком прошлом. Ведь аж с 2005 года, уже на протяжении 15 сезонов, все мальчики, девочки, взрослые дядьки, волосатые мужики и даже деды мечтают о «Шевроле-Импала» 1967 года. Ведь именно на этом крутейшем аппарате разъезжают герои сериала «Сверхъестественное» братья Винчестеры. Замут такой. Сэм и Дин Винчестеры – два брата пистолета, которые колесят по США, расследуя всякую паранормальную дичь. Все просто, но помимо их отношений друг с другом и окружающими людьми, нас еще интересуют их отношения с их любимой машиной. Той самой «Импалой», которая является такой же важной и неоткратной, неотъемлемой частью команды, как и сами братья. Они любят свою машину, всячески заботятся о ней и, конечно же, с ее помощью борются с порождением зла, всякими демонами и призраками. Вы, конечно, можете сказать, что сериал для девочек, мол, смазливые пацаны и красивая нетривиальная тачка, но нет. Сериал неспроста идет уже более 15 лет. Его обожают зрители всех возрастов, всех полов и из огромного количества стран. И не в последнюю очередь благодаря старенькому, но такому крутому и стильному «Шевроле». Конечно же, мы не могли составить этот топ, не порекомендовав вам чего-нибудь нашего, отечественного, чего-нибудь российского, сделанного у нас. Но рекомендовать вам дилогию «Бумер» мы не стали, потому что, ну, это уже какой-то маветон. На самом деле, «Бумеры» уже всеми засмотрены до дыр вдоль и поперек. Рекомендовать советское кино мы не хотели, потому что, ну, будем честны, оно уже все слишком старое и вряд ли может завлечь современного массового зрителя. Но что же тогда остается? Да почти ничего. Хорошего уж точно. Ну, не «Форсаж» же да Винчи вам советовать с «Монтикорой», ну, честное слово. Абсолютно. Но есть же «Черная молния». В 2009 году продюсер Тимур Бекмамбетов решил выкатить наш ответ западные супергероики и получился, честно вам скажу, весьма неплохой фильм. Сюжет такой. Молодой студент из небогатой семьи в подарок на очередной день рождения получает от отца машину, которую тот незадорого купил специально для сына. Все было бы супер, если бы машина не была древняя «Волга» ГАЗ-21, которая крутой считалась лет сто назад. Но в какой-то момент парень обнаруживает, что у машины есть скрытые возможности. В общем, Бекмамбетов с командой почти под копирку пересняли «Человека-паука» Сэма Рэйми, добавив щепоть русского колорита. Почему-то у нас принято ругать этот фильм, но, блин, мне он ужасно нравится. Настолько, что после выхода из кинотеатра я стал с надеждой поглядывать в небо, а вдруг этот герой действительно существует? Ведь он мог бы. Милый и добрый фильм с избитой, но все еще прекрасной моралью. С большой силой приходит большая ответственность. Довольно искренние актерские работы Григория Добрынина, Екатерины Вилковой, Сергея Гармаша, Валерия Золотухина, а злодея тут, ну, конечно же, нахрен играет за вулон в селе Руси Виктор Вершбицкий. И как вишенка на торте, восхитительная заглавная песня Александра Рыбака. А он в 2009 году был очень модным и востребованным. Я не верю в чудеса. Хороший фильм и собрал хорошо. К сожалению, сиквела мы так и не увидели, а на отечественной супергероике сегодня поставлен жирный крест. Ну, тем ценнее черная молния. Помимо главной машины Волги, в фильме есть и другие. В основном, Мерседесы. Это к вопросу о том, кто как бы занес. Купишь себе Мерседес и девушка твоя. Конечно же, автомобили и романтика дороги вдохновляют не только мега-блокбастеры, иногда за автомобильную тематику берутся и менее попсовые режиссеры. Такие, как Николас Виндинг Рёфн. В 2011 году он показал свой драйв. На самом деле режиссер сделал один очень хитрый ход, чтобы собрать кассу. Мальчики любят машины. Девочки – красивых актеров на главных ролях. Мало кто любит серьезное авторское кино, но все без исключения любят Райана Гослинга. Он-то и исполнил тут главную роль. Сюжет такой. Главный герой – первоклассный водитель. Днем каскадер в кино, ночью помогает бандитам убраться с места преступления. Но однажды что-то идет не так, и за голову нашего водителя назначается награда. Теперь за ним и его близкими гоняются все преступники города, а он делает то, что умеет лучше всего – удирает ото всех на машине. По какой-то необъяснимой причине все фильмы Рёфна становятся культовыми в узких кругах киноманов. И этот не исключение. Брутальные драки, лихие погони и только самые дикие, сочные, мускулистые американские тачки. Chevrolet Chevelle Malibu, Ford Mustang, Chrysler 300 и куча всего еще, что порадует не только любителей американской техники, но и вообще всех, кто не безразличен к автомобилям. Кстати, этот фильм я тоже не смотрел, а Райан Гослин крутой, так что, Владимир, спасибо тебе за сценарий, посмотрю на досуг. Ну и наверняка вы ждете рекламу какого-нибудь онлайн-кинотеатра или стримингового сервиса, в котором можно будет посмотреть фильмы из нашей подборки, но нет. На самом деле мы сделали гораздо лучше. Внизу в описании мы положили для вас ссылку на Автору, открыв которую вы сможете посмотреть объявление о продаже всех самых крутых машин, засветившихся в нашем топе. И это на самом деле довольно круто, потому что стать обладателем той самой тачки из того самого фильма можно уже сегодня. Ну или когда там всех выпустят из дома и разрешат общаться с другими людьми. Это был наш список фильмов про автомобили, которые должен посмотреть каждый. Если вы вдруг с этим списком не согласны, нужно что-то убрать, что-то добавить, или даже лучше у вас есть свой собственный список, добро пожаловать в комментарии. Нам на самом деле будет ужасно интересно почитать, потому что фиг его знает, сколько нам вот так вот еще дома на карантине сидеть, а смотреть что-то нужно. Ну и конечно же вдруг ваши комментарии вдохновят нас снять продолжение этого видео, потому что на самом деле у нас в запасе есть еще несколько клевых автомобильных фильмов, которые в этот ролик не вошли. Ну и конечно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, потому что мы наконец определились с целью нашего канала, зачем мы пришли на YouTube. Мы пришли для того, чтобы человечество заново полюбило машины. И поэтому мы вот на самом деле показываем про машины абсолютно все, мы не ограничиваемся форматами, потому что не важно где и что. Важно, чтобы все любили машины, потому что машины это очень круто, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите нашу философию, вступайте в ряды нашей секты. Ну и обязательно напишите, понравился ли вам этот топ. Если да, пишите, что бы вы еще хотели посмотреть, потому что мы готовы рассказывать про машины бесконечно. А я уже давно уговариваю Кирюху снять какой-нибудь клевый топ, например, там, топ-5 или топ-10 лучших или самых классных, самых интересных автомобилей, по нашему мнению. Он, честно говоря, что-то все вот, ну, ленится как-то, не знаю, надо его как-то, ребятки, подбодрить. Чтобы как-то вдохновить Кирюху сделать подобный топ, топ-10 или топ-5 наших любимых, самых клевых автомобилей, я снял свой небольшой топ-5 автомобилей, которые лично мне кажутся самыми невероятными и самыми клевыми. Ссылку я на всякий случай положу в описании или вот она будет в верхнем правом углу. Переходите, посмотрите. И если это видео наберет хорошо просмотров, там будут классные комментарии, то Кирилл, я думаю, согласится снять топ своих любимых автомобилей. Наверняка вам всем было бы интересно послушать, что нравится Кириллу Чернову. Поэтому чекайте описание, там все очень важные ссылки, давайте вдохновим Кирюху снять топ крутейших автомобилей. По-моему, будет вот такая вот идея. Я буквально только что придумал. Давайте, чекайте описание. Ну и ссылку на вторую. Там все тачки из фильма. Будем на связи, ребятки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok